Всем привет! С вами Шевченко Сергей, канал прокатись.ру. Мы продолжаем цикл роликов, посвященных лодкам ПВХ. В прошлых роликах, если вы их, конечно, смотрели, мы разобрали, чем лодки ПВХ отличаются друг от друга. По типу дна, по устройству, по размерам, сколько человек куда и как влезают. А в этом ролике мы вам расскажем о доп. аксессах, которые можно установить в лодке ПВХ. Разобьем их на несколько этапов. Тот аксесс, который необходим вам жизненно в лодке. То, что добавит вам комфорта. И то, что не обязательно, но многие из нас туда монтируют. В сегодняшнем ролике мне, как и в предыдущих, будет помогать Андрей. А начнем мы с первого блока. В нем расскажем о тех вещах, о том аксессе, который, на мой взгляд, жизненно необходим в лодке. Сергей, скажи, пожалуйста, с чего мы начнем эксплуатацию лодки в принципе? Начинаем эксплуатацию любой лодки с ее сборки. Здесь нам помогают насосы. В комплекте с лодками ПВХ обычно идет насос-лягушка. Не всегда они хорошего качества или достаточного объема для того, чтобы быстро и удобно лодку накачать. Кто-то меняет на лягушке большего объема, кто-то меняет на вот такие ручные насосы. Просто для кого-то это удобнее. Также многие приобретают небольшие насосы вот такие. Ими можно накачивать какие-то матрасы. Лодки небольших размеров, опять же, то есть 4,20 им накачать будет сложно. Но лодку, например, в размере 3,50 накачать маленьким электронасосом, а потом добить до нужного давления с помощью лягушки тоже вполне возможно. Наш выбор, как эксплуатантов, это все-таки электрические насосы двухконтурные. Они бывают с аккумулятором встроенным, как, например, данная модель, которую можно у нас приобрести. Бывают насосы, которые подключаются в прикуриватель, либо клеммами на аккумулятор. Вы выставляете необходимое давление, подключились, нажали кнопочку, спокойно жарите шашлыки, ловите рыбку, ваша лодка накачивается практически сама собой. Вам нужно только переключенными блоками дождаться, пока она накачается полностью. Следующее, на что стоит обратить внимание, это спасательные жилеты. Они обязательно должны быть в вашей лодке, ведь вполне возможно, они банально спасут вам жизнь. Каждая лодка рассчитана под эксплуатацию определенным количеством людей. Например, если у вас в лодке 4 человека, жилетов у вас в ней должно быть также 4. Спасибо, коллега. Сергей, а что еще применяется для безопасной эксплуатации лодки? Конец Александрова. Вот такая загадочная штука. Многие над ним смеются, но вещь на самом деле действительно полезная. Раньше во всех лодках требовался круг. Ну, опять же, если требовался по правилам ГИМСа. Сейчас это вот такой замечательный конец Александрова. Что он из себя представляет? Нетонущий шнур, нетонущие буйки. С помощью них вы можете спасти утопающего человека. Бросить ему данный конец, естественно, привязав его предварительно к своей лодке. И таким образом потащить человека к себе, вытащить его, обогреть, высушить и так далее. Также, на мой взгляд, очень полезная штука. Это Горн. Пневматический. Бывают разных размеров. Маленькие, большие. Бывают перезаряжаемые. Бывают вот с такими баллонами. Бывают электрические для установки на катерах. В любом исполнении штука действительно полезная. Если вы заглохли где-нибудь на судовом ходу, и на вас идет баржа, которая банально вас не видит, у вас есть хоть какой-то шанс предупредить и попробовать спасти свою жизнь. Без нормального якоря эксплуатировать лодку достаточно сложно. Якоря бывают разных форм. Если вы хоть раз якорь пытались подобрать под свою лодку, вы это знаете. То есть начинают банально вот таких грибков. Вот такие замечательные трехлепестковые. Якоря Холла и прочих граждан с антизацепом, без антизацепа. Очень любимая в нашем народе якорь-кошка. К якорю, конечно, нужно приобрести якорную намотку. Вот такого формата тросики. Бывают на пластиковых намоточках, на деревянных намоточках. Бывают просто в виде вот такого шнура. Сергей, а что мы можем предложить нашим покупателям для увеличения комфорта в лодке? В первую очередь я бы обратил ваше внимание на мягкие накладки на банки. Они действительно очень помогают мягенько сидеть. Никому не помешает. Они существуют разных форматов. Под разные лодки, под разные банки. Бывают накладки обычные. Бывают накладки с размещенной снизу сумкой. Куда также удобно можно сложить какие-то необходимые вещи. Также я всегда добавляю в свои лодки эво-коврик. Для чего он, собственно, нужен? Он собирает в себя весь песочек. Также какая-то водичка, которая попадает в лодку, также задерживается в сотах. После того, как вы покатались, порыбачили, вытащили лодку на берег, коврик достаточно вытащить, встряхнуть. Кокпит лодки у вас остается при этом вполне чистый и сухой. Они бывают разного формата. Бывают в виде такой книжечки замечательной. Бывают также в виде вот такого замечательного ролика. Разницы между ними практически нет. То есть тут вопрос исключительно перевозки. Сейчас на рынке появляется достаточно много вот такой классной надувной мебели. Мы продаем мебель от компании X-River. Она замечательно встает практически во все наши лодки. Это вот такие вот диванчики. Они размещаются внутри кокпита. Докачиваются по мере необходимости. На нем достаточно комфортно сидеть. Здесь можно посадить детей, можно посадить супругу, можно посадить вашего любимого домашнего питомца. Сергей, а куда нам складывать вещи? Можно использовать вот такие замечательные сумочки. Их существует великое множество разных размеров. От таких до таких. В основном они крепятся на электрос. Соответственно, бывают, как, например, в данном исполнении, жесткой крышкой, куда при необходимости можно также привинтить какое-то доп. оборудование. Здесь можно разместить ваше удилище. Они бывают с подстаканниками, с различными вставочками. Очень хорошая штука. Рекомендуем к приобретению. Приобретению. Вот такого формата сумочки на баллонные. Они устанавливаются обычно ближе к законцовкам. И с помощью ремней крепятся к лодке. Не самое жесткое решение, но вполне имеет право на существование. Вот такого формата рюкзачки. Принцип работы примерно тот же самый. Можно закрепить на банку. Можно просто банально кинуть куда-то в нос лодки. Очень удобно при выгрузке. Вещи взяли с собой и понесли. Также рекомендуем вот такие носовые сумки. Они устанавливаются в нос лодки. Растягиваются на ремешках. В них можно разместить очень много ваших вещей. А если хотите каких-то более жестких решений, они есть у нас. Корзины. Вот такие замечательные корзины. На лодку приклеиваются пятаки. То есть корзина съемная. При необходимости перевозки каких-то вещей дополнительно. Она очень быстро устанавливается. В нее можно установить как вот такой жесткий бокс для перевозки каких-то хрупких вещей. Или той же самой рыбы. Также можно установить вот такую замечательную мягкую сумку. Куда можно положить ваши вещи. Сумка непромокаемая. Будет служить вам верой и правдой. Сергей, а что же делать рыбакам? Как им разместиться в лодке? Андрей, здесь нет никаких секретов. Сейчас существует достаточно много различных решений для размещения эхолокационной техники, датчиков, спиннинга, держателей и так далее. Для размещения ваших прекрасных эхолотов у нас есть решение вот такого формата. Удобно надевается на электрос по сути любой лодки. Внизу можно разместить небольшой аккумулятор. На такие маленькие столики обычно устанавливают небольшие вертикальные эхолоты. На вот такого формата столик можно уже поставить что-то серьезное. Девяточку, а то и двенашечку. Здесь также можно разместить небольшой аккумулятор. На данной модели также можно еще и разместить вертикальное удилище для перевозки. Раз уж я заговорил про спиннинги и удочки, здесь также присутствует несколько вариантов. Самый крепкий, самый надежный это приклейка вот таких вот прекрасных площадочек на борт лодки. И в эту площадочку уже непосредственно размещается ваш спиннингодержатель. Они бывают такого формата, бывают такого формата, чуть попроще. Также бывают спиннингодержатели, которые надеваются на электрос. Что касается размещения датчика эхолота. На ПВ-холодках в основном используют струбцинки вот такого формата. Так как лодка складывается, оборудование необходимо все демонтировать. Соответственно, на струбцинке, на транце закрепили. Датчик у вас здесь. Можно отрегулировать по высоте, как вам необходимо. Порыбачили, покатались, сняли, убрали в машину и забыли до лучших времен. Кстати, раз уж вы собрали такую лодочку, вы наверняка собираетесь путешествовать на дальняк. Не забудьте взять с собой дополнительную канистру. Сергей, а что делать, если хочется путешествовать на большом серьезном катере, но пока что нет возможности его приобрести? Я бы начал с установки рулевой консоли. Они бывают разного формата, начиная вот с таких простых. которые не занимают много места, заканчивая различными набалонными конструкциями. Здесь вы сможете установить рулевое управление, машинку газ-реверс, даже врезать какой-нибудь прибор, кнопочки и так далее. Если уж начали апгрейдить, я бы поставил лебедочку. Чтобы установить лебедку на лодку ПВХ, вам понадобится площадка и непосредственно сама лебедка. Поставили лебедку, ее же надо к чему-то подключить, нужно как-то разместить аккумулятор. Для этого лодки ПВХ обычно ставят вот такого формата ящики. Внутри размещается аккумулятор, они бывают со встроенным ключом массы, соответственно сюда можно очень удобно подвести всю электрику. Обязательный аксессуар для любого катера, для любой лодки ПВХ. Это лесенка для купания. Также существует разного формата. Бывают те, которые устанавливаются через приклейку пятаков на лодку. Лично я на лодке ПВХ использую вот такую вот точности лесенку. Ее можно зацепить за леер, если лодка позволяет. Ее можно зацепить под банку. Ну, собственно, эксплуатируется она вот в таком формате. Сергей, мы так нагрузили лодку, а как же нам спустить ее на волю? Для этого есть замечательное изобретение человечества. Трансовые колеса. Выглядят они, собственно, вот так. Бывают двойные, если у вас груженая сильно лодка. Бывают ординарные, разного диаметра колеса. По типу крепления существуют они либо быстросъемные, либо перекидные съемные. Собственно, вот с такими штифтами. Очень удобная вещь. Рекомендуем к установке, по сути, на все лодки. Если у вас маленькая лодочка, можно приобрести вот такие колеса. Они устанавливаются на транец, как вы понимаете, вверх ногами. Лодочку перевернули и покатили. Если у вас лодка, например, 2,5-3 метра, вполне это работает. Все остальное устанавливается у нас на транец. Присверливается крепление, втыкаются колесики. Все загрузили, взяли за переднюю ручку и потащили. По моей практике лодка 4,20 достаточно серьезно груженная, с навешанным мотором 9,9,20 спокойно в одного стаскивается в воду. Ну и вытаскивается, естественно. Итак, в сегодняшнем ролике мы постарались рассказать вам о тех аксессуарах, о тех допах, которые может установить лодку ПВХ. От и до. От самого необходимого до того, что сделает из вашей лодки небольшой катер, ну или рип. Все эти аксессуары можно приобрести в нашей компании, на нашем сайте прокатись.ру. Также не забывайте, что у нас есть замечательный телеграм-канал 7 футов, лодки ПВХ, допы, в которые в них вы ставите, подсказать какие-то свои оригинальные идеи. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про наши новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok